МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ну что, начнем. Создали самые стойкие, я так понимаю, которые все-таки даты, оцифрование все глобального сообщества. И, соответственно, у нас презентация сейчас о технологиях с определенным реестра. Больше? Работает? Работает. Честно говоря, не знаю. Работает. Может, просто я надо как-то ближе? Да. Технология с определенного реестра – это и есть блокчейн. Самое смешное, что я как бы не криптограф. Я работаю с базными данными очень давно, и последние 7 лет именно с виртуальными базными данными, то есть экспериментом СМР. Мне само это очень интересно. Более того, в СМР, особенно в сегодняшний день, создается рабочая группа, которая будет заниматься гармонизацией стандарта XPRL, как в проблении метод данной бизнес-информации, с стандартом блокчейна, то есть стандартом передачи бизнес-информации. Фактически, под блокчейном мы подразумеваем такой глобальный электронный материал. Почему именно материал? Потому что блокчейн в основном сделан для того, чтобы одна сторона материала другой без последнего. Теперь, значит, давайте немножко по терминологии. Ну, что такое блокчейн? Ну, в первую очередь, это нет, пункт с биткоином, это не одно и то же. Более того, блокчейн и 10 миллиардов для технологии, DTL, с определенного в реестр технологии, это немножечко разные технологии. В принципе, они делают одно и то же. На на выходе. Они, значит, закрепляют контракты на симпатографические конкурсы. Значит, внутри этого блокчейн формировал цепочку блоков. То есть, в каждой следующей транзакции цепочка увеличивается, связанных с симпатографическим. А реестр формирует постоянную базу данных, он распределяется нервными счетоносителями. Столько, сколько вам нужно, сколько этих носителей есть. Ну, словно говоря, если у вас есть контракт, например, это insurance, и в этом контракте 10 пользователей или 10 субъектов контракта, значит, его можно распределить всех 10 рублей. Значит, вот в этом и заключается, собственно, вариант распределения, распределенность технологии экспертного реестра. Значит, есть какая-то технология, метод консенсуса. Что это значит? Значит, что участники, значит, субъектов хозяйственных, которые обмениваются, значит, реестрами или получают реестры, они должны согласиться с тем, что он правильный, каким-то образом. То есть я пытаюсь, значит, самым простым, самым обычным языком это объяснять, без, давай, из-подробностей. Значит, с блокчейном, например, в случае с use-избиткоином, это происходит по технологии proof of work. Ну, то есть, да, значит, доказательства с помощью выполненной работы. Какая работа происходит? Значит, предлагается сообщество математической задачи. Представь, которая, значит, должна, должен быть решением ее, фактически является следующей изменой цепочки. И дальше, значит, все сообщества, это, опять же, частный случай, из-под коин, все сообщества начинают майнить. Что значит, это добывать. Если 10 лет назад это можно было делать на своем лавтопе, и это происходило на своем лавтопе, сейчас это делать невозможно. Почему? Потому что цепочка большая, ее обрабатывать сложно. Значит, для нее нужны ресурсы, в том числе и мощности, и электричество, и железо, чтобы поддерживала, и, в принципе, поэтому каждый следующий биткоин возможно добыть только, значит, с помощью больших ресурсов соберов, что могут делать банки. Глобальные. Это могут быть какие-нибудь там компания типа IPM, это уже не может делать человек. Значит, теперь, какие бывают виды реестра? Значит, закрытые, и, значит, ну, по-другому они называются контролируемые и неконтролируемые. Давайте поскоряем, что такое реестр вообще, как на человеческом языке. Ну, наш банковский обычно счет — это реестр. У нас обычный банковский счет человека, значит, который уже платит. Это есть реестр. Значит, здесь блокчейн, вся его, значит, бьюти, что называется, вся его как бы attractiveness, извините, я теряю русские слова, значит, его достоинство заключается в том, что он не формируется на определенные базы дата, не передается в другую базу данных потребителей и других протоколов, он формируется фактически в интернете. Значит, распределяется он между определенными участниками через, значит, те же самые протоколы, по которым распространяется, значит, формация в интернете. Что осуществует, ну, то есть способствует его, так сказать, ну, как бы глобализации и способствует возможности передавать информацию первым в первых человеках. Значит, контролируемые реестры. Значит, участники этих реестров ограничены в количестве. Ну, то есть, вот если мы договорились внутри, что, ну, примером контролируемого реестра, например, ну, рудиментный SWIFT. Это пример контролируемого реестра. То есть, SWIFT в сообществе. Существуют банки-члены SWIFT, они должны платить туда, значит, членские вносы. SWIFT при этом выдают свои протоколы. По протоколам, соответственно, значит, то, что делал платежку в SWIFT, там, условно говоря, и антестов, значит, нужно обменяться через переходинские счета с банками, тестирующими ключами. Значит, часть этого ключа, значит, постоянная, часть переменная. Значит, дальше следующая транзакция криптографическим образом, то есть, ничего такого-то другое. В связи с криптографическим образом, она, значит, кодируется, участники через SWIFT обмениваются подтверждениями о том, что подписка правая прошла, замечательно прошла ваша транзакция, через 2-3 ваш контракет получил деньги. Это как происходит в неравном банковском срочном сегодняшний день. То есть, SWIFT это пример неконтролируемого реестра. Неконтролируемые реестра останутся. Значит, неконтролируемые реестра – это биткоины. Значит, каждый из участников, значит, кто имеет достаточные ресурсы, ну, как бы, 10 лет назад, там были еще юридические лица, они могут участвовать, значит, в генерации следующей, так сказать, звена биткоина. Значит, тот, кто решит правильно человеческую задачу и получит, значит, следующий биткоин, может, присоединить ее, так сказать, в цепочке, и дальше она считается законной, значит, она распределяется в кошельки, значит, в крипторесурсы, и за вами записывается эта ученая запись. Но распределить ее нужно всем. Всем, кто хочет, так сказать, поучаствовать в этом процессе. Получится ли у вас еще учебные записи, или нет, это вопрос. Но получить цепочку вы можете, только что с ней делать, вы можете посмотреть, прочитать, прочитать. Но она не закрыта для, так сказать, ни физических, ни физических, она открыта. И она не конкурирована. Теперь дальше. DTL. То есть мы вернемся к тому, что Distributed Pledged Knowledge и технологическое данное реестра, на ней пока остановимся. Это, в принципе, тот же самый термин, что и блокчейн. Разница там настолько минимальная, что, так сказать, не все специалисты не понимают. Теперь где применяется DTL? Distributed Pledged System или блокчейн? В общем-то, везде. Ну почему? Смотрите, здесь как хозяйство. Кто не хочет пить контрафактное молоко, да, слуха говоря, порошковое, а не произведенное, так сказать, из-под коровки и правильно пастеризованное и так далее. Значит, вы не представляете, какое количество поддельного оливкового масла в мире. Это не возможно. Это невозможно. То есть для чего нужны к физическому хозяйству технологии облучения? Для того, чтобы производитель правильного оливкового масла мог свои смарт-контракты зацифровать, подтвердить цифровой записью и передать тем, кто занимает магазинам, потребителям и всем прочим, он точно будет знать, что и у оливкового масла оно не поддельное. И при этом, господа в Китае, которые занимаются нехорошими динами, могут быть свободны от этих, значит, с жизнью и финансовым потоком. Ну и финансовые услуги и лотериал. Это понятно. Если у вас есть непримая бабушка, она завещала вам 2 миллиона долларов, и у вас есть еще, так сказать, целая куча родственников, которые претендуют разбил этого пирога, то вот вам завещание. Значит, оно уже не будет меняться. Оно распределится с всеми начальными предприятниками, они будут ожидать желать здоровья бабушки, что в какой-то момент, значит, наступит в РЕГЧ, все получат свое средство, этот контракт не будет изменен никогда. Пока бабушка, пока, если бабушка, может, захочет при жизни, она тогда пишет следующий блок, когда будет контракт, значит, такое-другое дело. Но после следствия бабушка уже все. Значит, финансовые услуги, ну, слушайте, это же очень просто. Гарантии. Гарантии, документальные расчеты, кредитивы, для того, чтобы рассчитаться по гарантии, для того, чтобы выставить кредитив. Боже мой, я помню, взрослый второй год, первый кредитив, который пришел в Prior One, там он тихо помер на столе. То есть, на него все посмотрели, сказали, боже мой, что с ним делать? Оказано, нужно читать, значит, документацию, нужно звонить в банк, нужно с партнерами общаться, с клиентами общаться. Там поделать кучу движений банковскому сотруднику, чтобы кредитив прошел в процесс, от зависимости. А для смарт-контракта, и для блокчейна, не надо. То есть, внутри смарт-контракта лежит цепочка, в которой legal terms, то есть, юридические условия, записанные в виде компьютерной записи. То есть, опять же, я не криптограф, я не смогу рассказать, как именно это делается, но смысл заключается в этом. Более того, аккредитивы, гарантии уже работают, американские банки уже написали блокчейн для документарных расчетов, и они уже этим пользуются. Не может быть не в такой массовости. Чейз мог бы это не знаю делать. Значит, то, что вот в Синдапуре, где я была на консеренции экспрерэн, на глобальной, как раз был отдельный трек по финансовым технологиям, по финзерту и блокчейну, и там, значит, Чейз рассказывала про то, как они, значит, перевели на блокчейн свои документарные расчеты. Фармацевтика здравоохранения. Опять же, кто произвел что? Значит, здесь очень важно знать, что если вы купили эту таблетку, она правильно произведена с правильной технологией, если вы ее примите, вы не отравитесь. Я уже не говорю про метилы, без спирта, страндалы там, в соседних московых. То есть, фармацевтика здравоохранения. Здравоохранение важно, что еще? Ну, эти блокчурсы, да? То есть, зачем носить с собой щита, ну, там, знаю, после доктора отправлять их куда-то, чтобы вам, значит, возвратили страховка медицинская, значит, оплату, если вы отстрахованы, так сказать, такой. Это можно сделать с помощью блокчейн. Поцифровать, значит, и доктор, непосредственно с вами, обменявшись в фотографической подписью, получит, значит, вознаграждение, а потом, я думаю, все-таки, с учительным удалом. Так, IT-коммуникация, телекоммуникация. Ну, тут еще более понятно. Почему? Потому что, ну, IT, само собой, коммуникации, один из участников создания одного из видов блокчейна Hyperledger, например, Airbox. Отказаться, Airbox. Ну, зачем производителю самолетов необходимо, значит, наобъем блокчейн? Ну, потому же, чтобы понять, кто в производстве, в производстве производственной цепочки, и, значит, их детали этого самолета, значит, сделал что-то, что самолет потом там взлетел или загорелся. Ну, это, условно говоря, это как бы безбизаж случай. Но все хотят знать, значит, откуда поступили детали, значит, как же, ну, как, значит, законы ли производителей, что, значит, какое сырье было использовано и правильно, и ничего не было сделано, потому что все хотят защититься от своих легальных рисков. Меня же будут судить, если я перевозчик, если я, как бы, аэрокомпания, которая, значит, по дороге к городу разбалилась, загорелась, я не буду, чтобы меня судили. Я хочу понять, значит, что внутри, значит, в моей сборочной линии произошло не так. Это немножко перекликается с существующим и уже работающим проектом XPRL Legal Ledger Identifier. Значит, есть так называемые, производные продукты финансовые. Значит, если мы уже не слышали, может быть, но здесь, понятно, значит, такого нету. Дальше у нас будет слайд интересный по рынку, значит, по кризису 2008 года. Так вот, кризис 2008 года в САКах производил Stratcheck Finance. Что такое Stratcheck Finance? Это огромный дел, который выпускают банки. Значит, в составе этого дела может быть до 500 тысяч индивидуальных ипотечных контрактов. Вот один дел, вот он приросный доход. Почему? Потому что у него 500 ипотечных контрактов. Значит, вот по этому ипотечному контракту банк каждый месяц получает 50 долларов, поэтому там 300, поэтому 150. Внутри этих ипотечных контрактов есть разные сроки. Значит, и, соответственно, по каким-то вдруг произошел дефолт. А вдруг произошел дефолт по 30% этих контрактов и уже дел не приносят такой доход, а его уже с секретом и продали. Вот из этого возник кризис 2008 года, и мы на нем остановимся более тысячи детально. Так я берусь XBRL Distributed Ledger System. Так вот, XBRL проект, который называется Global Ledger Identifier, пишет таксономер для того, чтобы идентифицировать абсолютно всех источников, кто когда-то выпустил Structured Finance. Какой банк? Что входило в эти контракты? Какой могуч? Какой ипотечный? кто был дать до последней, значит, с самой последней строки какая бабушка где-то в каком банке поставила свой залог. Почему? Потому что потом понятно, как эту цепочку развивать, от чего пошли, так сказать, ну, скажем так, кто выдал тот контракт на или в Песине или чем, на чем-то, не знаю, бездомному, документному лексиканцу, который тоже продали в составе этого дела как звуколюбидные и доходные из трубя. Мы к этому вернемся. Значит, нефть и газ то же самое блокчей, значит, как технология необходимая нефть и газа и промышленности для того, чтобы, ну, скажем так, в общем, это того, чтобы инфекционер и российское хозяйство было так, депутатнее и то же самое, новое кастер, то есть, не новое кастер, извините, а насилокуставчика, значит, кто внутри производственного цикла, значит, какие, значит, контракты использовались, можно все привести на цифру и, соответственно, дальше работать, значит, внутри своих поставщиков и их стилей. Теперь, значит, криптовалюта. Фиат Атласинского и Шелби. Это значит, я когда по своей наивности подумала, что Фиат может быть это сравнение с автомобилем, когда он производился и был плохим, но оказалось это латинское слово означает «шелби». Это значит обычные традиционные валюты, то есть доллара США, франки, евро, белорусские рубли, юнерик. Значит, они имитируются государством, они имитируются национальными финансовыми институтами, значит, федеральная фрагментная система отвечает за доллар, значит, белорусский банк отвечает, за белорусский рубль. Криптовалюты не имитируются единым центром. Криптовалюты, как биткоин, значит, это форма цифровой валюты. Это тоже можно использовать в виде средства платежа. Значит, для сегодняшний день достаточно ограничено, и биткоин это всего лишь юзкейс. Вот нужно понимать, это просто первый случай использования криптовалюты на территории глобального пространства. Автор известен под псевдонимом, его зовут Сатоши Накамори, это псевдоним, значит, кто за ним скрывается, до сих пор неизвестно, что в общем-то уникально для сегодняшний день, чтобы никто не раскопал человека, который создал биткоин, биткоин может не может, но это на самом деле реальность. Его приписывают авторство группе товарищей, другому товарищу известному криптографу в Стреконовой долине, до сих пор неизвестно, кто это человек, если вам будет, конечно, вам, уличной стороны почты. Кроме биткоина существует еще 710 криптовалют. 710, думайтесь. То есть все, кто более-менее как бы грамотный, эти специалисты, ну, скажем так, технология достаточно хайп, она раскручена, всем интересно, те создают , значит, своим, из-за более-менее использующих, использующихся, в какой-то мере можно назвать стейл, даже не потому, что это депуталюта, потому что это блокчейн, потому что это технология, это открытая, значит, открытый, распределенный реестр, у него тоже есть проблема, как у, так сказать, текущих распределенных реестров, потому что они просто очень новые, они не согласованы с декуляторами, они не согласованы с большинством, значит, как это сказать, трейд-протокол, торговые протоколы, ими можно пользоваться с точки зрения спекулятивной, пока еще и расчетной, но у них достаточно интересное будущее, почему я расскажу следующий там, в других слайдах, посмотрите, на сегодняшний день регуляторы научились уже контролировать биткоин, и это биткоин, в США это происходит, значит, у электронных кошельков РС может прийти и запросить источник, то есть на сегодняшний день электронные кошельки в Штатах не регистрируют анонимно, то есть вы можете у себя, после, значит, скандала с Монкорс, никто не хочет рисковать, поэтому, пожалуйста, если хотите хранить биткоин, храните, ну, заведите его как банковский счет, мало ли для чего он вам нужен, пожалуйста, но при этом вам вот РС спросит, откуда собственно, вот, и вы получили за эти услуги, за какие-то эти, налогу, в общем-то, его репортить невозможно пока, он вроде как бы не следственный, не актив, но с другой стороны это, наверное, с вами зачем-то рассчитается. Один важный случай, один из важных случаев использования криптовалюты. Криптовалюты можно дорогить бесконечно, ну, или практически бесконечно. Представим себе на секундочку деревню, где-нибудь в Африке, в Африке, это беднейшая страна. Значит, вам необходимо из одной деревни в другую заплатить за курицу, которую вы пошли и купили для того, чтобы сварить детям суп. Эта курица стоит 0,000001 доллар США. Ну, какой банк вам делает транзакцию 0,001 доллар США? Никакой, и там их нет. Зато можно использовать криптовалюты и заплатить за эту курицу с помощью своего собственного телефона, если, допустим, мы продвинутые, так сказать, айтишники, живущие в Сомалии, соответственно. Ну, это хорошо. Но тем не менее, ну, думайте, на сегодняшний день два из households globally, два, ну, из трех, из трех households, households о домашних хозяйствах, считается по домашним хозяйствам. Два из трех households не имеет банковских счетов вообще. Это Африка, Азия, значит, Платинская, Центральная Америка. Эти люди не имеют банковских счетов. Они, ну, у них есть наличные деньги, не может быть, это с телефоном, к которому что-то рассчитывается с помощью телефона права, ну и все. И банки смотрят на блокчейн, в том числе, почему? Потому что они понимают, они потеряют где-то здесь, а они возьмут свои доходы в андрэнк-сообществе, потому что с помощью, так сказать, смарт-контракторов, блокчейна, с помощью криптовалют можно будет вести бизнес покорительства в Африку. Ну, там же, почему Африка шагнула через, скажем так, два, через две головы прыгнула, значит, в... Телефонии. Там никто никогда не тянул медные провода. Ну, я была там, и нету. Они прыгнули в Телефонии, потому что это просто, вот вышки поставили, вытащили вперед. Вышки поставить проще, чем через всю Африку протянули, значит, медные провода. Вот то же самое с тем регионом произойдет после того, как блокчейн и криптовалюты выйдут на какой-то более-менее коверческий результат. Вот это мой любимый слайд. Я не знаю, у нас, в принципе, после нас нет, в общем-то, никакого... Там, это было обещание, потому что... Это нельзя пропустить, господавы. Это нельзя пропустить. Это мой любимый слайд, я всегда и другая. Значит, мы немножечко коснулись кризиса 2008 года. Так? Значит, почему в один из кризисов, так сказать, структурный кризис и структурный файмерс, вот это тоже говорил CTO, CMO. Коллекторлайз деплигейшнс и коллекторлайз модуль, модуль деплигейшнс. Значит, выданные, когда-то, контракты айпотечные были большим объемом выпущены в виде deals, которые сначала приносили доход, потом перестали приносить доход. Потому что банки подписывали кого угодно на айпотеку, ну, кого угодно, без документных, как бы назвать, без мексикансов, которые там подъявления легально работали. Значит, людей, у которых не было достаточного кинга, чтобы поддержать свои дома. Значит, они взяли салон в качестве домов, ну и что, на 7000, 10-м году мне звонит моя подруга, которая работает в Детройте, она говорит, «Коля, ты хочешь, я тебе улицу продам?» Я говорю, «В каком смысле?» «В прямом?» «У меня есть улица, я улицами продаю вам в Детройте». Я говорю, «Спасибо, мне не надо». Ну, смысл в чем? Обесценился залог. Потому что, ну, хорошо, вы построили, значит, вы там выдали под залог какой-нибудь там избушке дом, а кому его потом продать? То есть, вот, началась, начался обвал системы. Когда Бернангель говорил, что он будет с вертолета сбрасывать доллары, значит, чтобы только погасить этот кризис, он не шутил. В тот момент, в 2010 году, я помню, я начну на встречу с Джанет Йелло, она была тогда представителем Средиализированного банка Сан-Франциско. Средиализированной системы имеет 7 или 8 людей предстоит реагеном, реагеном, дегенеральная система. Так вот, Джанет Йелло накладывала, значит, про кризисное, это было сделано через поняшую меморсов Средиализированную Сан-Франциско, это была очень интересная встреча. Я помню, запомнила очень хорошо, она говорит, господа, какая, пропущу замечательное слово, к черту дефляция. У нас дефляция, у нас чудовищное сжатие денежной массы. Нам вот эти вот структурные страшные финанские контракты покрыть нечем. Я не говорю уже про наличные долги в кошельке, я говорю, про кризисное дефляцию снял, покрыть нечем. Через две недели та же ассоциация организовывалась встречу с Шер Блеером. Шер Блеер на тот момент была генеральным директором НТИФСи, Федерал Депозитен Шорк Спорпорейшн. Собралась немножко меньше, так сказать, аудитория, она говорит, господа, у меня сотрудники не спят дома, они спят в самолетах, они начальны в самолетах, летают по всему, значит, в спецнештатах, и структуризируют банки. Потому что если они не будут это делать, мы останемся без банков. Вот завтра придете в Банков Америка, потянется в шкаф, почему-то, а там нет ничего. Ну нету, нету, понимаете, а просто нету. И мы будем включать печатный скамал, и мы будем открыть сразу, но по-другому его не разобрались, потому что огромный объем structured finance ничем не обеспечивает. Когда я работала начальником в офисе колочайства приоруживания, я думала, я не доживу для них не заделивательства. Я сейчас серьезно предполагала, что я не доживу. Я его убедила через 2009 году. Было реально страшно. Он был прийти и посмотреть, есть ли банк на месяц, то есть, да, там можно пощупать, но что там есть свои деньги, это было совершенно не факт. И в этот момент возник Сатоши Накамура White Paper, в этот момент возник биткоин, в этот момент возник технология блокчейн, которая описана и поддерживается. А почему она возникла? Ну, если госпожа Джейнн Филлин не глупая женщина, я не глупая женщина, значит, вы не глупые люди, американцы тоже не глупые люди, прекрасно понимают, что три существующего, долгих, 15,5 миллионов в 2017 году, сегодняшнее население в США 318 миллионов, но это больше, чем миллион, с чем-то налогов, выгрузки на одного продельщика, значит, налогов США, чтобы сделать ее хотя бы нулевой, не то, что профицитной. Все, профицитной будет уже. То есть вопрос только в том, насколько во всем мире есть доверие к федеральной системе США о том, что долг по-прежнему может являться бедерным валютом. Да, на сегодняшний день очень крепкая legal system. Ну, вы видите, кого выбрали? Вы выбрали Трампа. Почему? Потому что всем уже доело этот бюро власть в Конгрессе. Ну, вот, серьезно. То есть я как бы ну, политическую систему поставим в стране. То есть битблокчейн и криптокарнси это своеобразная сейфти нет. Если вдруг следующий кризис, то мы что будем как в 98-м году, когда Россия объявила дефолт, у меня клиенты рассчитывались за эти самые за пылесосы буран вагонами пшеницы. А теперь представьте это в глобальном масштабе. И никто не говорит про этот кризис, ну, то есть про эту причину. Она вот она. Это объективная причина. Господа, если еще один финансовый кризис и в какой-то момент по всему мере шутить в рамках нужно решать зеленую бумажку, которую можно оклеить на стенку для памяти. Ну, и, собственно, все. То чем рассчитываться? Вот единственное, почти единственное достоинство блокчейн это расчеты. Это поможет развязать кризис глобальных расчетов. Значит, теперь смотрим, что происходит. Значит, у блокчейна есть недостатки. Они действительно существующие, они решаемые, до сегодняшнего день они достаточны для того, чтобы не сделать это мгновенным глобальным средством расчета. Ну, во-первых, регулятором нужно договориться. Кто-то считает, что это законно, кто-то незаконно, что можно, что нельзя. Значит, анти-мани-лондеринг до сих пор вопрос не решен с криптовалютами. Через них, по идее, можно сейчас проверить все. Штатов уже нет, в Швейцарии еще да, в России тоже да, хотя у них все не признаны официальные валюты интероперабилити. 17, 710 криптовалют считается разным по-мужинам, они друг другу не разговаривают, друг другу не понимают, значит, какие-то из них и там дают. Значит, невозможно сделать интернетинг, невозможно откатать транзакцию назад. Легал-технические стандарты не гармонизированы, с этим тоже проблема. Самая большая проблема вот эти две, computational demand scalability. что это значит? То, что я сказала вначале. Если раньше физическое лицо может было биткоин сделать на своем компьютере, сейчас уже нет. Нужны сервера и сервера и сервера улицы серверов, чтобы сделать следующий, так сказать, майнинг, следующий биткоин. Например, если мы говорим о криптовалюте. И электричество. Не забывайте, ну, даже сервера должны поддерживать, значит, машины работают, они, значит, затрачивают электричество, их надо охлаждать и все прочее. То есть на сегодняшний день может быть, может быть, может быть, я как бы специалист, но если переобщет в блокчейн, цепочке пиктовической издательности перейдет на нейронные сети, возможно, это будет решение вопроса. Просто выйти из железа и перейти на, как бы, шумно говоря, каждый из нас снижается маленьким носителем железа. У нас есть, значит, телефон, в нашем кармане. Если представить себя футуристическую картинку, при которой мы все связаны наш телефон с провайдером и провайдером и все эти сети, поставим сверху на это протокол, который позволяет чуть-чуть взять от каждого, то мы получим ту скалабилити, которую нам надо. Это, опять же, не специалист, не гипотограф, не бросайте меня. Кауни, как бы, пианисты играют, как можно. Ну и теперь немножечко показать. Вот, смотри, может быть, уже будем немножко закругляться, мы так вышли с Алиманом. может быть сурой от чего-то, через какое-то время они объединятся, коммунизируют, но это абсолютно все инвестиционные биритейл-банки, которые есть, так сказать, глобальным сообществом. Они торопятся, потому что они понимают, они не скачивают в последний вагон, они, значит, завтра их не будут, если вдруг что-то. Значит, следующее. А вот это еще интересный слайд. Это все, кто пишет блокчейн для бизнесов. Вот IBM, вот Intel, вот General Motors, оно в Гилосфарке, банке, например, Swift, Intuit, это, значит, эквивалент 1С-бухгалтерии в Штатах, значит, Cisco, ну, Airbus, он там сверху, вот вам авиация. Здесь еще не вписан NASA, но NASA тоже пишет свой блокчейн. То есть вы посмотрите, какое глобальное сообщество инвестирует в то, что кажется глупостью и игрушкой, да, IT-шкой. Нет? Вот это да. Эти данные официальные, я попросила своих коллег, которые презентовали блокчейн в Сингапуре от конференции XMIRAL, это вот основной презентации по-моему начальника из департамента Bank of England. Это его презентация. То есть, эти все участники... Хорошо, я прошу прощения, да, я уже сейчас заканчивал, прям в 2 часа ночи. Значит, это все участники так называемого проекта Hyperledger. Вот запомните это слово Hyperledger. Значит, основано было в IBM. IBM один из 50-ти members. то есть, эти ребята делают как бы блокчейн для бизнесов. То есть, это будет распределенное конспертное реестр, который Hyperledger и Global. Поскольку у них есть финансирование, поскольку их так много, иногда много, это, кстати, плохо для развития стандарта, но в каждое из них, что-то добавит, это будет интересная технология. Значит, ну и пару таких, как бы, ну, сформулированных опять же, биткоин как use case, то есть, не путать с блокчейн, но вот, вот тут, кстати, вот есть source, gold и коробит фуру. Делали фото в этой ссылке, а там в этом списке, такой ошибок, откуда данные, что они этим занимают? На Сингапуре директор Hyperledger рассказывал и показывал. То есть, это не клиенты, это участники консорциума, которые занимаются разработкой. Это никак не клиенты. Это Airbus, он пишет для себя таксономию, а блокчейн, технологию. Он хочет сказал, кто не мог. Да, да, да. Честно. Он, ну, то есть, Hyperledger хочет гармонизации сразу, понимаете, чтобы не потом не переписывать Airbus Chainal Modus, да, а пытаться понять, что вы не правили, что не так, а ставить общий подход на базе того, кто из них каждый пишет на колени свою технологию. То есть, в этом принципе есть определенная доля разума. Значит, на сегодняшний день Total, в общем, то есть, общая стоимость блокчейна где-то примерно 20 миллиардов. Значит, что представляет себя 0,025 от глобального ОРП мирового, стоящего из 800 триллионов. Значит, к 2025 году прогнозируется, что 10% глобального ОРП будет использоваться в технологии блокчейна. следующее. Ну вот, Central Bank of England считает, что если они применяют у себя блокчейн, то они значит, страновой ВВП поднимут на 3%. Это все это параметры страновой. Под блокчейн, конечно, частные случаи это могут быть неплохо операции, там могут быть документальные расчеты в банках, это могут быть сами операции внутри Bank of England. Значит, он хочет привезти на блокчейн. И, я так понимаю, что здесь есть что-то в экономии уже существующих как бы ресурсов, которые прилегают в государстве на поддержку инфраструктуры. Значит, ну и последние 3 года, я уже рассказывала про свою встречу в стендбурте со стартапом Coinbase, и это был второй, по-моему, был блокчейн, который стартап не путает с этим или просто чейн. 3 года назад на панели вместе с молодыми ребятами сидел 20-летний юрист сотрудника БР, ЛГАЛ, ФБР. Он жалел, ничего не будет, вас заброют, забудьте и перестань заниматься этой ерунной. У вас вот такие риски, у вас вот такие риски, у вас легальные, у вас бой, как он был неправ. Вот смотрите, нон-биткоин, asset blockchain market, capitalization. Уми, значит, окей. меня сложно читать по-русски, потому что это не везде. Хорошо. Значит, капитализация рынка, значит, блокчейн, который не связан с криптовалютой, не связан с блоккоин, а именно связан с производственной деятельностью, со смарт-контрактами, увеличился на 1600% за 3 года. Это вот какой интерес возник у производителей? Значит, какой интерес возник у индустрии? Вот то, что я вначале говорила, если уже нас это, о чем мы говорим, это финансируется, финансируется и финансируется. Вот эти 1600% оттуда же. То есть без неинтереса вообще, вдруг интерес глобальный. Давайте это быстрее делать, что кто тоже это делает. Ну и как так, информация. Спасибо. Спасибо. А можно вопросик? Маленький? Маленький. Давай. Наверняка вы помните в ум доткомов 2000-й год и тогда вот как бы любое слово там открыть компанию со словом интернет, вывезти ее на биржу, дают кучу денег. Вот вы сейчас рассказывали в очень таких восхищенных тонах про технологию блокчейн. Не может ли здесь быть вот аналогии, да, что просто такой излишний бум, который в чем-то реализуется, а нет, может и лопнет, может громко лопнет. Отличный вопрос, спасибо большое. Может и будет. Будет бабл, трон лопнет. Значит, и эта циклическая ситуация повторяется over and over again. Постойка крупную бабл 2000-го года я это застала. Я приехала в США в Слепомную долину в июле 2001-го года. Значит, в сентябре 2001-го года сложились те самые trade-down, ну то есть September 11-го и маркет упал. То есть вообще он перестал считать. Значит, до этого 2000-ом году значит на паблик, ну то есть как это публичное как это как это как-то IPO, да. IPO выходили компании, которые давайте управляем вашу собачку пока вы работаете. Это же смешно. И некоторые из них выходили IPO, а почему некоторые из них выходили, например, не существовало регулирование по признанию прибыли в США. После этого падение рынка был закуплен Бариса Оксли, после этого значит были написаны регулированные документы по правилу признанию прибыли, они не совпадают с Европой. Что делали, так сказать, некоторые компании, которые собрались пойти к парламенту? Они отгружали продукцию, объезжали 10 раз вокруг, 10 блоков вокруг своего здания, типа они их доставили, ходили обратно на склад, фиксировали как то, что они им продали. Был чистейший флот, ну то есть учебные стандарты позволяли это фиксировать как продажи. Поэтому они надували свои, так сказать, балансшие и P&L, после чего шли в паблик, там, или что, сгорали, сгорали деньги инвесторов, после этого Бабло было принято ряд законов, после которых это уже делать невозможно, но Бабло будет. Кстати, 2000-го года Бабло стали жить кто? Amazon и это на сегодняшний день доминант. Amazon вообще скоро обещает уволить всех кассиров, как вы видели в известном ролике, и рассчитываться через RF1, то есть уважаемые писатели. Штейцы закрылись? Что? Штейцы как в магазине закрылись? Конечно, будут, будут, да, будут, будут, будут накладки, будут, конечно, и в этом ролике показано красочно, что идут молодые люди, а как же бабушки, да, ну как же бабушки с телефоном и что за совершенно, бабушка же не зайдет молочками, как бы, или рассчитается своими долларами или чеками, конечно, будет баба, выиграет, вы живете сильнейше. То, что в блокчейме не отомрет, совершенно однозначно, точно так же, как в фьючерсе, дерево, не умерли фьючерсы, форвардные контракты, они нужны. То есть компании, которые торгуют, не знаю, кофе, закупают, в Бразилии, перерабатывают, трудовая в Европе. Им же нужно фхеджировать свои риски с трудностановой и валютой. Фьючерсы, как контракты, хоббанок и контракты, были, это производные инструменты, они не уроны. Струкчат файнанс уже кеноби анинвенту. Но уже есть они, уже существуют пулы, при которых банки делают секретаризацию ваших ипотек и будут продолжать. Только при этом будет протокол, таксономия, как правдаря уже сказала, global age identify, и будет понятно, что в этой structured deals, кто выпустил, под какой mortgage, где этот mortgage дефолтал, почему, потому что так или иначе, почему вообще им выдали деньги, которые не должны были. то есть определенные финансовые инструменты все про них уже знают. То есть они будут дорабатываться. Конечно, большинство этих 710-ти криптовалют не нужно, не нужно никому, и они отмогут, естественно. А что, что выживет, то, что разовьется, останется и будет в нашем будущем. Банки не исчезнут как, ну, как, не знаю, как с дайвера, то есть, может быть, там будут другие банки наивания. Банки станут, они уже стали utilities. Что такое utilities? Вы открываете экраник, думаете, что это вода, выключаете свет, пластичное электричество. То есть банки будут вот это вот все utility, не знаю, как привести. Вот жизненно-аварственное обеспечение. Коммунальные платежи. Коммунальные платежи. Да, совершенно верно. Банки станут частью управлять платежи. А вам не кажется, что все-таки офицер FPI это управа. Почему? Но немножко он лучше знает людей. Поймите, мне кажется, что коммерция, если так вот все наручение привести, просто угрет. Человек нерациональный, он готов платить за несуществующие вещи, за образ. А если все под контролем, я понимаю, там, авиации важно остановить причину поставщик, кто там, чего он не так-то делал. Но в коммерции простой базар уличный. Там же люди как договорились, так и о чем договорились, так заплатили какой-то ванк. И это в человеческой природе. А тут попытка свести все к железной логике, полному контролю, что, где, откуда и так далее. Мне кажется, просто коммерция как таковая должна уберечь, что ли. она не умрет, потому что люди с одной параллельной ей, это просто способ, может быть, сам зеленый тет восьмого года, ситуация, когда два года будут рассчитаться, и вместо доллара, во всяком случае, подготовить то-то новое, по сути, ничего не меняет. Очень хороший вопрос. Я понимаю, у меня была такая же реакция три года назад. Потому что экономика это отношение людей, ничего больше, ради машин. теперь послушайте, я с вами совершенно согласна. Значит, API тоже был прав на период три года назад. Почему, наверное, на сегодняшний день API может быть не прав? Потому что регуляторы и, значит, те, кто занимается монетарной системой, понимают. В мире есть определенное... Куда вернемся? К моей страшилке вот этого? Вот это... Значит, вот она. Да, понимаете как? Европа на сегодняшний день некоторых странах запрещает хождение наличной валюты вообще. Запрещает. Хождение наличной валюты евро. Только для иностранцев, посещающих, могу ошибаться, это может быть Дания или Голландия, значит, вы имеете, значит, возможность ввести там на 3-4 тысячи евро вон доцпадет. Почему? Потому что при отрицательной ставке и финансировании люди будут хранить, значит, под матрасом. А зачем это регулятор? Значит, соответственно, чтобы вы не хранили под матрасом, значит, вы не используете, все, не будет наличие, забудьте, нет. Значит, дальше у вас остался пластик и учетную зарпись найдем сам на счете. Все. То есть это центробанки и всего мира разумные пожары. Значит, они сейчас будут с ним, с этим пожаром как-то снивиться, значит, справиться, но в общем-то, я с вами согласна, нормально, у человека есть желание обменять, чтобы он получил с нашим опытом партнера, мы победим. Но если у вас ситуация, когда вы просто законодательно не можете достать из кармана банкноты и поменять, понимаете, вот вас законодатель поставит в такие условия, что мы будем делать? Перейдем, мы находимся по телефону, там деньги, понимаете, закончится кушать, закончится купить молочка в магазине и пойдем обладать телефону. Тут уже, к сожалению, никак не получится. Опять же, я не пытаюсь прогнозировать торги до, я просто пытаюсь объяснить, почему и откуда вылезли долги, блокчейном, биткоином и всех остальных. Потому что кризис был that close. Литр или that close. У меня абсолютно было ощущение, что завтра я приду в Бэнклэфф Америка, открою свой счет, а мне скажут до свидания. До свидания. И это в принципе еще полный реал, безумный ключ.